Я не думаю, что у Зеленского сейчас рейтинг больше 20%. Зеленский и провоцирует слегка эту группу тем, что он постоянно открывает какие-то дела против Порошенко. Если даже этих 20% есть, то его собственный электорат это примерно 10%. А 10% это такие упоротые Порошенко-ненавистники. Эти люди, которые ждали Путина с войсками, Путин в виде войска, они получили большой отлуп и облом. И они теперь живут одной лишь ненавистью к Порошенко. Кстати, Зеленский довольно грамотно это эксплуатирует, чтобы именно вот эту группу держать на своей орбите. Потому что эта группа разрывается между ПЗЖ, между Кивой, Рабиновичем, Медведчуком и Зеленским. Самая главная функция власти это проектирование будущего. Без четкой картины будущего общество не может развиваться. Если во времена Порошенко мы четко понимали, наша задача максимальное сближение с НАТО и с ЕС с перспективой членства. У нас даже, ну, Украина сделала во времена Зеленского довольно по инерции довольно много шагов в сторону НАТО, потому что Порошенко это закрепил уже в системе международных обязательств Украины и с ЕС тоже. Но, на самом деле, все, что делает Зеленский, например, в плоскости энергозависимости Украины, это же антиевропейские действия. В плоскости верховенства права, это же антиевропейские действия. И надо просто сопоставить количество обращений украинцев в Европейский суд по правам человека. Прав человека в Украине больше не стало. Хотя, ну, большинство обращений украинцев во времена Порошенко были больше связаны с российской агрессией, а не с нарушением прав человека украинским властям. Вот это большая разница. Поэтому, ну, самая показательная история рифмастера и история подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета. Люди просто незаконно по надуманным обвинениям отсидели больше года в изоляторе следственном. Это, ну, это просто дикость. И это все Зеленский, кстати. А люди, особенно его вот этот, ну, его ядерный электорат, он почему-то, ну, не видит колоды в собственном глазу. Они по инерции во всем виноватят Порошенко. Это какое-то, ну, биполярное расстройство. И это биполярное расстройство, наверное, вылечит в этих людях, в своих, ну, фанатах сам Зеленский, обобрав их до нитки. Что они делают, кстати? Как вы считаете, почему услуги так усиленно не хотят признавать вот этой ротации, да, рокировки лидеров на украинском политическом олимпе? Вот вчера там Тищенко ходил с какими-то данными всем журналистам со смартфона, показывал, что то за рейтинги. Вот рейтинги, посмотрите, в Закарпатье там плюс 33 процента, там-то столько-то процентов и тому подобное. Это у них стратегия такая? Не признавать очевидного? Дело в том, что вот последний год проявилась очень такая четкая технология работы с медиа. Почти, ну, самое важное, самое тяжелое обвинение в сторону Зеленского сам Зеленский пытается не комментировать. Хотя он, конечно, светился с комментариями по Вагнергейту, по Пандора Пайперс, и эти комментарии только усугубили его ситуацию. Но параллельно с этим, ну, вот такие помельче фигуры из «Слуги», они, ну, все выстреливают такими залпами «Катюш» всякой позитивной информацией. Они, ну, это информация, которая должна все еще сохранять какую-то надежду на Зеленского хотя бы в ядре его электората, его избирателя. Ну, мне кажется, что у Зеленского даже собственный электорат уже скукожился там до меньше 10 процентов. Вот эти процентов, ну, 10 еще дополнительных, даже я не думаю, что у Зеленского сейчас рейтинг больше 20 процентов. Как-то, ну, нелогично это все. Но если даже этих 20 процентов есть, то его собственный электорат – это примерно 10 процентов. А 10 процентов – это такие, ну, упоротые Порошенко-ненавистники. Это люди, которые верили, что придет Путин в 2014 году и восстановит справедливости Советский Союз на территории Украины. Но Порошенко обломал Путина, и поэтому эти люди, которые ждали Путина с войсками, Путин в виде войска, они получили большой отлуп и облом, и они теперь живут одной лишь ненавистью к Порошенко. Поэтому, если главная фигура против Порошенко, кстати, Зеленский довольно грамотно это эксплуатирует, чтобы вот, ну, это именно вот эту группу держать на своей орбите, потому что эта группа разрывается между АПЗЖ, между Кивой и Рабиновичем, и Медведчуком, и Зеленским. Поэтому, ну, Зеленский и провоцирует слегка эту группу тем, что он постоянно открывает какие-то дела против Порошенко. Ну, по сути, весь медиасектор, лояльный к Зеленскому, он не прекращает бомбить Порошенко. Порошенко уже два с половиной года не во власти, а его бомбят больше, чем действующего президента медиа. Это довольно странно, и, ну, во всяком случае, в мыслящих граждан это, конечно, вызывает целый спектр эмоций и подозрений, потому что я понимаю, что каждый четвертый гражданин Украины изначально не верил в Зеленского и в его возможности. Но сейчас количество этих людей, которые разочаровались в Зеленском, довольно большое. И мы видим, что почти 80% говорят о том, что страна развивается неправильно. Поэтому мне кажется, что цифра в 24%, которую рисуют политологи, она нарисована под, ой, социологи, она, скорее всего, рисуется под давлением банковой, и она должна коррелировать, ну, она все-таки, ну, где-то с вот этим сегментом людей, которые убеждены, что страна развивается неправильно. А таких людей, ну, почти 80%. И, похоже, ситуация была и с Порошенко в конце его каденции, но тогда была, ну, совсем другая, обернутая верх ногами ситуация, потому что по состоянию на конец 2018 года лояльными к Порошенко оставались, наверное, два телеканала. А против него был просто тотальный фронт. Но этот тотальный фронт сохраняется и сейчас против него почти. Но этот фронт против Порошенко не спасает Зеленского. Это, ну, надо быть каким, ну, скажем, несостоятельным интеллектуальным человеком, чтобы даже в условиях, ну, беспринципной и беспредельной информационной бомбардировки твоего главного соперника, ты проигрываешь собственный электорат. Это, ну, это как раз свидетельство тех качеств, которые, ну, скорее всего, часть украинского такого умного политикума и рассмотрела в Зеленском, когда, ну, скорее всего, уговорили Вакарчука не играть в эти игры, ну, президентские. Потому что Вакарчук действительно, Вакарчук бы не справился с государством. Но это государство было бы, ну, более человечным и, ну, наверное, более честным, чем государство Зеленского. Потому что, ну, такого варья во власти давно не видели. Даже во времена Кучмы, когда, по сути, он отдал страну красным директорам, ну, не страну, а индустрию украинскую красным директорам, и там были основные войны за активы, по сути, за аграрные активы почти не велись войны в то время. За промышленные велись. И даже, ну, вот такого варья, как сейчас, примитивного, такого одноклеточного в то время не было. Ну, в то время все-таки были какие-то там двух-трехходовочники.